Всем привет, друзья! В этом видео я хочу рассказать вам о 10 замечательных играх, в которые я и все мои друзья и знакомые, которым уже также около 30 лет от роду, играли в далёких 90-х и считали эти игры самыми лучшими на свете. Это было прекрасное время, когда никто не ругал графику, сюжет, физику, управление и всё в этом духе. Дети и даже взрослые просто играли, ловили кайф, не думая о том, как игровая индустрия прыгнет вперёд. И что вот это превратится вот в это. Восьмибитные системы ловить ностальгические флэшбэки. Ну а для остальных это просто прекрасная возможность узнать, с чего начинался путь современного гейминга. Поехали! Игра номер один. Точнее, это даже небольшая серия игр. Утиные истории. DuckTales. Первая и вторая часть. Первая вышла в 1989 году, вторая в 93-м и выпустила их компания Capcom. Да-да, всё верно, это именно те ребята, которые чуть позже подарили нам и до сих пор дарят легендарную Resident Evil. Обе части игры созданы по мотивам одноимённого мультсериала и являются платформерами, в которых мы управляем Скруджем Макдаком. В играх присутствовала яркая графика и чёткое управление со своеобразной динамикой, где герой использует свою трость в качестве оружия, в качестве инструмента и также совершает прыжки с её помощью. По сюжету мы являемся классическим Скруджем Макдаком. Эта утка хронически пытается стать самым богатым селезнем в мире. Если кто-то не знает значение слова селезень, прошу вас официальной информацией от гугла, селезень это самец утки, теперь вы знаете. Так вот, играя за этого самца, мы с вами путешествуем по разным уголкам планеты в поисках древних и не очень древних сокровищ. По ходу дела, этот жадный убийца ликвидирует своих врагов с помощью прыжка на трости. Также в процессе игры нам встречаются и другие персонажи, такие как его племянники, миссис Клювдия, их постоянный семейный механик Винт Разболтайла, ну и конечно же мой самый любимый тасточный персонаж из мультфильма «Утина История» Зигзаг Макряк. Очень и очень залипательная была игра, у меня тогда на одном картридже были обе её части. Что ещё нужно для хорошей игры? Красивая яркая графика, разнообразные уровни, сюжет, колоритный главный герой, исследование местности, какие-нибудь простенькие головоломки. Ну и вот в итоге эта игра вобрала в себе всё вышеперечисленное, а в 2013 году вышел даже ремастер на все современные платформы того времени. Кто упустил, ребят, поиграйте, классика всё-таки. Можно легко поставить эмулятор на любой смартфон и по пути на работу или учёбу окунуться в мир нестареющей классики. Так или иначе, это гораздо лучше многого, что предлагает нам Play Market. Итак, движемся дальше, но я не буду уходить очень уж далеко и следующей игрой назову «Чип и Дейл – Rescue Rangers». Серия, так же как и «Утины Истории», растянулась на две части. Первая вышла в 90-м году, а вторая спустя три года. Игры созданы по мотивам мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» и их сделала та же самая наша любимая японская компания Capcom. Серьёзно, это просто одна из лучших контор в игровой индустрии, получается уже больше 30 лет. Что ж, игры «Чип и Дейл» – это также игры в жанре платформер с боковым скроллингом. Но весомый плюс этой игры заключается в том, что в неё можно играть вдвоём с другом. Основным оружием бурундуков являются переносимые предметы, распределённые по игровым уровням. Ящики, яблоки, гайки, брёвна и бомбы. Враги в игре разнообразны, каждый уровень характеризуется своим набором противников. Встречаются персонажи из мультсериала, как в роли злодеев, так и в роли неигровых персонажей. Вторая часть игры была уже слегка с улучшенной графикой, дизайном уровней и персонажей. Разница, безусловно, была видна, но геймплей практически не отличался. Игра на самом деле отличалась от многих подражаний серии игр Super Mario Bros. Это действительно классика жанра с изобилием оригинальных находок, которая идеально передаёт атмосферу всеми нами любимого мультсериала. Но должен же кто-то всё проверить и задать пару вопросов. Отличная идея, Рокфорд! Возьми с тобой Дейла! А, ну и конечно же, игра была переиздана в 2017 году на всех современных платформах в составе сборника The Disney Afternoon Collection. Если что, данный сборник имеется в Стиме всего за 699 рублей. Ну или прежняя схема, смартфон плюс эмулятор. Третья игра, о которой я хотел бы поговорить, это игра Darkwing Duck, то есть Чёрный плащ. Вышел данный платформер в 1992 году и, чёрт возьми, игру выпустила никогда не угадайте, компания Capcom. Очередное доказательство того, что слово Capcom это синоним слова Hit. Но когда мы детьми в это играли, мы даже не думали о том, какая там компания кого создаёт, мы просто брали и играли. Именно в данный момент я называю того, кто эти игры производил, потому как в наши-то дни Capcom уже у всех на слуху, но мало кто знает, чем компания занималась в начале 90-х. Так вот, игра Чёрный плащ. Так же, как и две предыдущие игры, разработана по мотивам мультсериала. И это круто, потому что все этот мультфильм просто обожали. Чёрный плащ. Только свистни, он появится. Чёрный плащ. Ну-ка, отвинь, да. Чёрный плащ. Победитель тёрных сил. Чёрный плащ. И было очень круто управлять главным героем этого мульта. По сюжету, главный герой, Селезень с прозвищем Чёрный плащ, должен спасти свой родной город Сен-Канар от семи злодеев. Нужно пройти все уровни и одолеть главного врага, Стального Клюва. Игра повторила успех предыдущих игр компании, но Capcom решила не делать никакие продолжения, и вселенную далее никто не развивал. Очень и очень жаль, так как отзывы были в основном положительными, а нам эта игра пару десятков лет назад так вообще на ура заходила. Четвёртая игра – это серия игр в жанре битэмап под названием Double Dragon. Самая первая часть этой игры вышла в 1987 году, вторая спустя год и третья в 1990 году. Во-первых, сразу отмечаем режим совместной игры. Мы с друзьями очень много времени убили в данном проекте. Во-вторых, это на самом деле довольно крутой мордобой тех лет, даже не считая того, что это был стандартный битэмап того времени. Игрок выбирает одного из героев, и управляя им, проходит линейные уровни, методично избивая нападающих группами врагов. В конце почти каждого уровня игроку необходимо победить босса. Персонаж может использовать посторонние предметы и оружие в бою, например, палки, пистолеты, биты. Оценки у игры были очень смешанными, но все как один отмечали графику, физику и разнообразие уровней. А в 1993 году даже вышла экранизация данной компьютерной игры, на которую я точно так же залипал в своём далёком детстве. Главные роли исполнили Марк Дакаскас, Скотт Вулф, Роберт Патрик и Алиса Милану. Игра под номером 5. Черепашки Ниндзя 3. Манхэттен Проджект. Это просто нереальный хит тех лет. Сама игра вышла в 1991 году. Разработчиком и издателем выступила компания Konami. Да-да, та самая компания, которая подарила нам серии игр Metal Gear Solid, Silent Hill и Castlevania. По версии одного журнала, эта игра даже была самой крутой игрой года для консоли Nintendo. В игру можно играть вдвоём, что особенно круто, но в неё интересно играть также и одному. В игре даже были доступны два режима многопользовательской игры. Первый позволяет игрокам бить и ранить друг друга, другой отключает эту возможность. Игра состоит из 8 уровней, начиная от флоридского пляжа, продолжая летающим островом Манхэттен и технодромом, и заканчивая логовом Шреддера и космическим кораблём Крэнга. Боссы игры состоят из злодеев мультсериала 1987 года и включают в себя Шреддера, Крэнга, Бибопа и Рокстеди. В игре также появляются Тока и Рейзер из кинофильма «Черепашки-ниндзя 2», а финальным боссом является Супер Шреддер из того же фильма. Очень классная графика, красивые разнообразные уровни, любимые всем персонажи. Все просто обожали тот самый мультфильм о «Черепахах». Да он даже сейчас смотрится очень неплохо по сравнению с некоторыми перезапусками, которые выходили после 2000 года. Шреддер, тебе конец? Это мы ещё поглядим, жалкие мутанты. Эй, Шреддер, попробуй выпутайся! Запросто! Теперь выпутывайтесь вы! Шестая игра, о которой хочу рассказать, это произведение от той же компании Konami, и это есть «Контра», вышедшая в 1988 году. У игры было множество продолжений, ведь это же, мать её, «Контра»! Камон, ребят, п***овский! Шикарнейший боевик, и вы точно его помните, даже если вы не играли лично, то, скорее всего, видели какие-то кадры, потому что это также является легендой. Игра даже имела простенький сюжет, то есть не являлась бессмысленным рубиловом. Геймплей в игре очень насыщенный и яркий, множество различных противников, движущихся с разных сторон, стационарные пушки, турели, танки, падающие гранаты. Герои и враги, кстати, были приличного размера и имели хорошую анимацию. В конце каждого уровня находился свой оригинальный босс. Отзывы только положительные, а по версии журнала Nintendo Power, игра заняла 57 место в списке 200 лучших игр на Nintendo. Играть можно в одиночку или вдвоем с использованием 5 видов оружия. Этого было вполне достаточно и на самом деле достойного аналога в те годы я уже даже и не вспомню. Если вы, ребят, что-то помните, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну а мы идем дальше. Игра номер 7. Том и Джерри, вышедшая в 91 году. Забавно, что все классные игры в те годы делали по уже существующим хитовым мультфильмам, чтобы заинтересовать как можно больше детей, и это таки работало. Причем цепляли эти игры не только детей, мой отец также во все это дело играл, и Том и Джерри не исключение. Игра очень яркая, прикольная, в ней шикарно нарисованные персонажи, разнообразные уровни и даже музыка из одноименного мультфильма. Конечно же, в 8-битном формате. В этой игре игровым персонажем является только Джерри. Игра является сайдскроллером, в этом самом формате мы передвигаемся по различным локациям, собираем кусочки сыра, уклоняемся от врагов, и в конце каждого мира нас ждет босс. Это Том. И каждый раз схватки с ним отличаются. Каждый раз, встречаясь с Томом, нужно искать особый подход, чтобы победить. Я признаюсь честно, одного из этих Томов за меня даже проходил мой папа, хотя в детстве я очень много игр убил на 8-битке и был довольно-таки скилловым чуваком в свои-то 5 лет. И даже после того, как мы десятки раз проходили все эти игры, они каким-то нереальным волшебством звали нас обратно и вовсе не надоедали. Номер 8 Что ж, мы уже поговорили о будках, бурундуках, мышах, черепахах, и для полноты картины нам не хватает лягушек. Причем не просто лягушек, а боевых лягушек. Вы уже, наверное, догадались, что я говорю о шикарнейшей игре Battle Tots. Этот забавный боевичок создавали как соперника для серии игр о черепашках-ниндзя. Как мне кажется, конкурировали они очень успешно. Да просят меня черепахи, но на моей памяти я в этих лягух залипал гораздо чаще, чем это было с черепахами. Ну или как минимум одинаково сильно. В игре по сюжету три космические гуманоидные жабы формируют группу под названием Боевые жабы. Две боевые жабы Раш и Зиц отправляются на миссию по спасению своих похищенных друзей от Темной Королевы. Почему две, а не три? Потому что по сюжету третью лягуху похитили. Да, все верно, сюжет также в игре присутствует. Сама игра это все тот же платформер в жанре битэмап, но ее фишка заключается в том, что уровни игры кардинально отличаются друг от друга по стилю игрового процесса. Присутствуют и гонки с препятствиями, и скалолазания, и даже заплывы под водой. В этой игре вы точно не будете скучать и будете по сто раз ее перепроходить. Геймплей очень захватывающий, графика превосходная. Присутствуют также некоторые приколы, конечно же, катс-сцены в мультяшном стиле и добивание врагов увеличенными кулаками и ботинками. Кстати, одна из головных болей девяностых это печально известный и знаменитый турботоннель в этой вот самой игре. На нем подавляющее число игроков застревали на очень долгий срок. Да и сам Грег Мэйлс, разработчик этой игры, в 2018 году признался, что при попытке перепройти эту игру из сборника переизданий Rare Replay он не смог пройти этот хренов турботоннель. Но правда, штука очень непростая, я думаю, вот так же очень хорошо помните этот уровень, но если нет, то попробуйте. Девятой игрой в данном блоке стала игра о Бэтмене по фильму 1989 года. Фильм Тима Бертона главную роль сыграл Майкл Китон. Это игра в жанре платформер с элементами экшена. Но это было бы жестким упущением не упомянуть одну из лучших игр про супергероев на восьми битке по версии многих обозревателей и игроков. Так же это одна из самых сложных игр на моей памяти. Действие игры, конечно же, происходит в Готэм-сити. Мы с вами управляем величайшим детективом на планете и пытаемся помешать планам Джокера. Сюжет подается очень коротенькими кат-сценами. На пути нам само собой попадаются враги, которых мы жестко мутузим либо голыми руками, либо метательными видами оружия. Кроме того, игра предоставила нам возможность отталкиваться от стен в прыжке, чтобы подпрыгнуть еще выше. Чет я такой темы в других играх не припомню. Сам Бэтс в игре, конечно же, темный рыцарь, но цвет у него такой, сиреневый или фиолетовый. Решайте сами. Спасибо большое авторам за игру, ну а мы движемся к нашей крайней игре в этом видео. Был очень большой соблазн упомянуть и Марио, и стрельбу по уткам, и Тетрис, и Танчики, но это, черт возьми, не просто классика, это уже гиперклассика. Это игры, которые даже не нуждаются ни в каком представлении. Конечно же, в них долбились буквально все, кто начинал свой геймерский путь в 90-х. Они само собой находятся в наших сердцах и умах, и это даже не обсуждается. Поэтому о них я не говорю. Так вот, десятая игра, это игра Metal Gear 87-го года. Конечно, я уже очень много рассказал об этой игре в своем видео о развитии серии Metal Gear Solid, но я просто не мог не упомянуть о ней в этой десятке. Для тех лет это была очень своеобразная и продуманная игра. Мы ведь привыкли с вами играть в платформеры, где ты бежишь или идешь и наваливаешь всем, кто на глаза тебе попадается. А эта игра с первых секунд удивила тем, что основным элементом стала не стрельба по врагам, а избегание встреч с ними. Наваливать им, конечно же, можно, но лучше избегать, так как это уже был своего рода стелс. А стала эта игра стелсом не просто так. Скажем, по некоторым данным, Metal Gear задумывалась как экшен-игра с нихреновой такой боевой системой, но технические ограничения абсолютно всех систем 87-го года просто банально не позволяли отобразить на экране большое количество пуль и противников. В итоге Хидео Кодзима изменил концепцию геймплея. При этом он осознал, что в новой концепции масштабы работы будут просто нереальными и даже усомнился в том, что сможет довести дело до конца. Но после того, как он ознакомил директора компании Konami со всеми тонкостями, сразу получил от него полное благословение и нашего молодого гения таки уговорили продолжить работу. Если что, на момент начала работы над самой первой игрой в серии Metal Gear Хидео было всего 26 лет. В игре прекрасно все. И сюжет, и главный герой, и графика, и тонкости геймплея. И стоит отметить, что в те годы реально такого никто не делал. В заключении хочу сказать, что пока я готовил это видео, писал сценарий, подбирал видеоряд, я зарядился громаднейшей дозой ностальгии. И на самом деле улыбка не сходила с моего лица. В итоге работа закончена, видео загружено, но улыбка до сих пор не проходит. И я до сих пор хожу как Джокер в фильме Тима Бёртона 89-го года. Надеюсь, друзья мои, вы тоже нахватались ярких флэшбеков. И что еще стоит отметить, оказывается, что те самые люди, которые успешно делали для нас игры больше 30 лет назад, все еще и куда более успешно продолжают делать это и сейчас в наши дни. Потому как, исходя хотя бы из текущего топа, три игры сделала компания Capcom и также три компания Konami. Что ж, посмотрим, что будет спустя очередные 30 лет. Я благодарю всех за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok